Всем привет! Меня зовут Полина, и в этом видео я хочу обсудить с вами сразу две книги. Это «Yellow Face» Ребекки Кванг и «Yellow Face» Ребекки Кванг. В чем подвох, спросите вы меня, а я вам отвечу, одна из этих книг не та, за кого себя выдает. Но давайте обо всем по порядку. Если вы давно подписаны на мой канал, то вы знаете, что «Yellow Face» вышла еще в 2023 году. Тогда же стало известно, что Эксмо все еще дружит с правами на издание книг Ребекки Кванг в России, и появился анонс «Ждем книгу в 2024». И я ждала ее. Я так ждала. Потому что я читала у Кванг «Опиумную войну». Неплохо, но не вау. Я читала у Ребекки Кванг «Вавилон» на языке оригинала. Вау, но местами плохо. И вот надо же, у фэнтези-писательницы выходит книга максимально далекая от этого жанра. Поэтому мне, конечно, было интересно, что же она там такого придумала. И вот книга вышла. Ура! А потом книга вышла в переводе Александра Шабрина в импринте издательства «Эксмо» «Фанзон». Ура! И знаете, есть нечто очаровательно тупорылое в том, что книга, написанная для того, чтобы показать широкому кругу читателей всю гнильцу и пороки издательской изнанки, начинает свое путешествие к русскоязычным читателям с гнильцей и порока. И я думаю, главный порок тут – лень. Ну и, наверное, гордость. Я не знаю, что нынче распыляют на улице Зорге, но именно этой весной некоторые представители издательства ведут себя так, будто их впервые выпустили к людям, но при этом не научили застегивать ширинку. Ладно, что ж такое «Еллоу фейс»? «Еллоу фейс» дословно переводится как «желтое лицо», однако переводить это не нужно. Это порицаемая в обществе практика, когда актеры не азиатского происхождения начинают играть азиатов. И уже в названии мы с вами видим некоторую часть сокрытых смыслов. Важно понимать, что Ребекка Кванг – американка азиатского происхождения. Кванг эмигрировала в Соединенные Штаты из Китая со своей семьей, когда ей было 4 года. Она выросла в штате Техас, окончила школу в 2013 году, затем поступила в университет, ходила на литературные курсы, и вот, была опубликована опиумная война, у Ребекки появилась своя фанатская база. «Еллоу фейс» – это первая и пока что последняя книга Ребекки, написанная без фэнтези-элементов. Следующая ее работа вновь вернет читателей в привычный мир с волшебством и колдунами, но и, судя по всему, в этом есть некоторый смысл, ведь фанаты не очень тепло встретили «Еллоу фейс», видимо, ввиду ее многослойности и нагроможденности такой смысловой постмодерновостью. Ребекка Кванг действительно написала потрясающий, лихо закрученный роман, от которого я, например, в восторге. Но давайте условимся. Когда я говорю, что я без ума от работы «Еллоу фейс», я имею в виду книгу на языке оригинала, а не книга, содержащая продукт от «Эксмо». Главная героиня романа, она же наша рассказчица, это Юнипер Хейярд. Молодая писательница с несколькими не самыми популярными, но все-таки изданными книгами за плечами, и она страдает от нереализованных амбиций, не пишет ничего нового и заглядывает в рот своей подруги, Афине Лю. Афина Лю – это внезапно американская писательница азиатского происхождения. Очень успешная, талантливая и всеми любимая. Красотка с алой помадой на губах, каждое слово которой и фотографию которой ждет в социальных сетях армия фанатов и читателей. Афина и Юнипер учились в одном университете, и их связывает некая тайна в прошлом, какая вы обязательно узнаете, если прочитаете книгу. Не сказать, что они ужасно близкие или даже просто лучшие подруги, но именно Юнипер находится рядом с Афиной, когда та умирает. Девушки отмечают предложение от Netflix, полученное Афиной, много пьют, пекут панкейки, и именно кусочек панкейка оказывается для Афины роковым. Это не спойлеры, это самая первая глава, сама завязка, и поэтому я хочу обратить ваше внимание сразу же на этот чудесный символизм. Именно пышные панкейки, которые мы с вами видим в каждом фильме, где нам показывают такой образцовый американский завтрак, прикончат Афину. Юнипер покидает дом уже мертвой Афины не только со скорбью, но и с незаконченной рукописью своей подруги. Это роман, который поднимает тему участия китайских рабочих в Первой мировой войне. И Юнипер решает, что этот роман нужно дописать, немножко отредактировать, чуть-чуть изменить, ну и, судя по всему, присвоить. А дальше, дальше, я надеюсь, вы узнаете сами, если решитесь прочитать эту книгу. Но роман потрясающий, он классно подкрученный в нужных местах, он настолько масштабный и многогранный, что я считаю, что это лучшая книга, которая выходила у Ребекки Куанг когда-либо. И худшее, что вышло этой весной у Эксмо. Дорогой дневник, у меня нет слов, чтобы описать всю ту боль, которую я испытала, когда читала перевод Yellow Face на русский язык. Здорово, что эти слова были у переводчика книги. Их было даже слишком много. У Ребекки Куанг столько не было. Окей, ладно, все это эмоции. Я по традиции постараюсь быть конструктивной и максимально просто изложить вам вопросы, которые у меня возникали при знакомстве с русскоязычной версией. Начнем сначала. Почему эта книга, не фэнтези, не фантастика, выходит у отдела фантастики, у импринта фан-зон? Связано ли это с какими-то юридическими проволочками, с какими-то правами? Я, конечно, не знаю. Одно я знаю точно. Это изначальное неверное позиционирование книги на рынке. Потому что читатель, увидев логотип знакомого издательства, увидев имя писательницы, может эту книжку схватить, а в итоге останется ни с чем. Потому что в романе нет ни одного фэнтези-элемента. Ну и, соответственно, фантастического. То есть читатель, который схватит эту книжку, получит не очередное классное фэнтези от Ребекки Куанг, а получит очень плотную и ядреную сатиру постмодерна без малейшего волшебства. Переводчик книги Александр Шабрин, ответственный редактор Г. Ботанов, литературный редактор Т. Иванова. И из всех этих людей позже глава отдела фантастики Эксмо Вячеслав Бакулин сделает виноватой именно женщину литературного редактора Иванову. Не переводчика, который переначал тексты и добавил туда массу от себя тина. Нет. Все мы виноваты в этом пиздеце. Но выступление Бакулина – это отдельная тема для разговора, которая ждет нас впереди. Уже после знакомства с этим дерьмопереводом я вспоминала слова Набокова, что есть книги, написанные мужчинами, которые не стоит переводить женщинам, и есть романы, написанные женщинами, которые не стоит переводить мужчинам. Особенно, если кто-то из этих мужчин носит имя Александр Шабрин. Благодаря этому человеку, героиня романа Ребекки Куанг превратилась в такую каменную, быдловатую хабалку, которой не хватает разве что семок и саундтрека «Айгел» на фоне. И вот у Шабрина Юнипер, она всегда такая. В то время, как у Ребекки Куанг, Юнипер – это голос меняющийся, развивающийся. Мы видим, как из довольно скромной, но завистливой писательницы-неудачницы Юнипер превращается в очень гордую, самодостаточную женщину, которая способна защитить себя, и при этом она не постесняется никаких способов достижения своих целей. И тут, видимо, время конкретных примеров. Да, их будет существенно больше, чем я постила в своем телеграм-канале, на который, кстати, стоит подписаться. Все плохо уже с первого предложения. Возможно, это чат ЖПТ. Возможно, не стоило пытаться сохранить пафос оригинала. Возможно, это звучало сильнее бы в варианте «Ночью, когда мы отмечаем ее сделку с Netflix, я смотрю, как Афина Лю умирает». Ну, типа «Хей! Алло! Литература? Что? Не может подойти к телефону? А, она умерла!» У автора в оригинале нет никакого книжного Олимпа. Очевидно, переводчик Эксмо решил, что он умнее Ребекки Куанг, мол, вот же дурочка, как можно было назвать героиню Афиной и не сыграть в хихоньки с читателем, упомянув Олимп. Вот это я умен, вот это я молодец, вот это я прям мужик. Чувствуете, как по-разному звучит эта фраза? У каждого бывал первый паршивый опыт и абсер с дебютами. Окей. В оригинале речь про редактора Афины Лю. Вот так редактора, знаменитой писательницы, переводчик Эксмо, разжаловал до какого-то там консультанта. И, кажется, по версии переводчика, мы не должны забывать, что Афина Лю китаянка. А что еще такого китайского знает читатель? Конечно, инь-янь. Звучит достаточно по-азиатски. Как? Вот просто скажите мне, как банальная, я не пытаюсь впечатлить Афину, мать ее Лю превратилась в гребаную Афину инь-ян-Лю. Может, вам на курсы литературные походить? Я не знаю. Мы, кстати, с вами все еще в тексте первой главы романа. Но мы уже подходим к развязке. Вот представьте себе. Ваша подруга, ваша хорошая подруга, на ваших глазах давится панкейком. Ее лицо меняет цвет. Она хватается за горло. И что же происходит у вас в голове? Что вы восклицаете в этот момент? Срочно брюшной толчок по Геймлиху. Что я о нем помню с начальной школы? Да ничего. В оригинале слегка истеричное. Геймлих. Я знаю Геймлиха. По крайней мере, думаю, что знаю. Против. Срочно брюшной толчок по Геймлиху. У нее преждевременные. Что? Обращайте внимание, как формулировка меняет смысл. Просто Геймлих – это понятное и общепринятое имя нарицательное приема, который может спасти жизнь. В оригинале героиня помнит название этого приема. Но тут же начинает сомневаться. А помнит ли она, как он делается? Сомнение – это очень важная черта Юнипер как героини, по крайней мере, на этих первых страницах. В переводе же мы с вами видим достаточно медицинское и профессиональное выражение «срочно брюшной удар по Геймлиху». Не возникает ли от такой формулировки у вас ощущение, что Юнипер на самом деле и знает, и помнит, просто решает пококетничать с читателем и как будто бы намеренно не пытается помочь своей подруге? Вот он, первый звоночек, очень опасный для этого перевода. Переводчик начинает превращать Юнипер в ненадежного рассказчика. А она такой не является. Ох, как не является. Да, вы можете мне сказать «Полина, ты занудничаешь, ты душнишь, ты придираешься», но, ребят, я так читаю книги. Я очень внимательно читаю книги. И я могу себе позволить сравнивать оригинал, книгу, написанную на английском языке, с тем, что придумали в Эксмо. И именно на сравнении становятся очевидны все эти косяки. Дальше я вам буду приводить примеры из других частей текста, но не бойтесь, вырванные из контекста, они навряд ли вам что-либо наспойлерят. Как пользовательница Твиттера, я глубоко оскорблена тем фактом, что переводчик даже не в курсе, что трет в Твиттере – это особый вид искусства. Александр Шабрин, судя по всему, вообще далек от социальных сидей, поэтому в тексте мы с вами также наткнемся на некие сообщения в ТикТоке, которые вирусятся. Дорогие мои взрослые переводчики, не может физически завируситься какое-то сообщение в ТикТок, потому что там нет сообщений. ТикТок – это не только название социальной сети. ТикТоками называют еще и короткие видео, которые в этой соцсети размещают. И вот они уже могут завируситься. И все нормальные люди так и говорят, «ТикТок завирусился». Под нормальными людьми я имею в виду целевую аудиторию, для которых Ребекка Куанг писала свою книгу. Это вот как раз ребятки там 20-30 лет, а не вот это вот все. Что такое твит-каналы? Юнипер просто изучает твитера Афины. Этой фразы было бы достаточно, чтобы понять, что происходит. А, хотя нет, ведь потом появляется пузырчатый чай. Давайте все вместе. Бабл Ти. Просто Бабл Ти. Гребаный ты фан-зон. Ни пузырчатый чай, ни чай с пузырьками, ни газированный чай. Нет. Так кто говорит вообще? Люди, которые выступают за чистоту и расы языка? Вот они, наверное, могли выдумать такую херню. Ну и еще, наверное, такое могли выдумать люди, которым совершенно насрать на свою работу, за которую они взяли обговоренный гонорар. Надеюсь, кстати, что этим гонораром поделились с гугл-переводчиком. Парень все-таки старался. Почему съеживаются? Знаете, был момент, когда господин Бакулин из Эксмо пытался сравнить этот бысер с переводами «Властелина колец». Вот, отмечал он, одним из переводчиков работы Толкина была намеренно проведена такая ословенизация произведения. Вот что Шабрин тут делает с словом «съеживаются»? Это что? Это комплексы какие-то. Это какие-то травмы из детства. Что это? Месяцы становились неделями, становились днями. И вот книга вышла. Конец. Вот это усложнение текста ради усложнения – это клиника. Это какие-то нереализованные собственные писательские амбиции или что. Я вот все думаю, как здорово, что я не поехала на нонфик, потому что у меня было дикое желание подойти к людям из Эксмо, взять их за шкирку и вот так вот потыкать в yellow face, только спросить не кто это наделал, а нахуя. И таких примеров тьма. Кровь стучит в ушах молотками. Дело проделано. Охеренное. Еще я покупаю мини-бар. Я ведь теперь птица не на бреющем полете. Это вообще один из моих любимых перлов в том, что Эксмо выдает за перевод. Ликер кабинет – это просто винный шкаф. И мы с вами, кстати, не птицы на обреющем полете, поэтому мы знаем, что мини-бар и винный шкаф – это вообще разные штуки. Еще пара примеров. Адский отжиг. Та белянка в подучей. Белянка в подучей. Переводчик, конечно, отжег так, что хочется сжечь нахер книгу с выходными данными, в которых указано его имя. Белянка в подучей. Как? Скажите мне, как обычно белую девчонку трясет или, если хотите немножко омолодить текст, белую девку корежит, превратилась в эту белянку в подучей? Если вы еще не поняли, то я вам скажу. Время действия романа Ребекки Куанг – это наши дни. Ну, там, 2022-й, может, 2023-й. Неважно. Это 20-е годы, 21-го века. А у переводчика то ли нулевые с албанским языком, то ли какой-то 18-й век. Потому что расизма в переводе хоть отбавляй. В оригинале, конечно, вопросы расизма поднимаются, но, видимо, Шабрину показалось, что слишком мало. Поэтому он решил подсыпать еще. Например, когда в оригинале Юнипер говорит про белых женщин, она их так и называет – белые женщины. А в переводе Юнипер регулярно нам сообщает про неких белых бабенок, выливая на читателей еще и графинчик мезогинии за счет негативной коннотации слова «бабенка». Не, серьезно, давайте скинемся на психотерапевта. Нет, не мне. Вот. Редакции, которая занималась этой книжкой, мне кажется, у них какие-то прям траблы. О, ну и, кстати, про жидкости. У переводчика еще и какие-то проблемы с тем фактом, что женщины ходят в туалет пописать. Нет, конечно, не всегда простой глагол «пописать» заменяет брутальным «мне надо отлить», «сходить в тубзик» или еще более тупорылым «поморосить дождиком». Иногда это классическое «в туалет». Без «пописать». Просто в переводе Юнипер регулярно хочется «в туалет». Можете гадать зачем. Поплакать, покакать, пококаинить. Да пофиг. Только вот боюсь именно желание «пописать», как ни странно, необходимо для того, чтобы читатель понял, что происходит с Юнипер. Потому что эти ее регулярные побеги в туалет для того, чтобы «пописать», это говорит о том, что она нервничает. Это такой невроз мочевого пузыря, который может быть симптомом и депрессии, и каких-то панических атак. И это важно. Тот факт, что Шабрин не смог набраться смелости и цикливо использует различные метафоры в стиле «поморосить дождиком», говорит только лишь о том, что они вновь поменяли персонажа, они поменяли смыслы. И если переводчик и остальные ребята получили свои гонорары, то вот читатель только теряет. Я ни в коем случае не хочу сказать, что те, кто познакомятся с этой книгой вот в таком кривом косом переводе, они останутся недовольны. Да нет, но они могут этого и не заметить. Но есть я. И я здесь именно для того, чтобы показать вам, что книга, книга глубже и прекраснее, чем то, что из нее вот слепили в итоге в фан-зон. Перевод меняет и других персонажей, в наглую, и даже иногда кажется, что силой. Так довольно приятные родственники Юнипер не просто, как в оригинале, предлагают ей выпить пиво, а непрепенно используют вот это дворовое пивка для рывка, с дорожки, житье-мутье. Что? Они обычная семейная пара, нормальная. Там муж какой-то айтишник, все дела. Какое нахер пивка для рывка? Вы реально там слово пацана смотрели, что ли, когда переводом занимались, и у вас там чат ЖПТ как-то научился? Что? Почему так? Сама же Афина в переводе тоже превращается в странную особу, которая использует довольно российские выражения в отношении своей же собственной культуры. Не знаю, гордится ли собой переводчик и редакторы, которые как будто книгу вовсе не читали этим «сунь-хунь в чай». Но спасибо за мерзкий мем, чё. Окей. Завершая разговор об этом примерзейшем переводе Шабрина и компании, мне хочется обратить ваше внимание еще и на тот факт, что у них какие-то проблемы с написанием брендов, ну и, соответственно, с переводом брендов. У Афины Лю в оригинале есть некоторые определенные черты, которые позволяют читателю добавить объема героине, которые рисуют перед нами такую высоколобую снобку. Она пользуется только печатными машинками, и это только Ремингтон, такая антикварная винтажная дорогостоящая штучка. Пишет все свои заметки она только в блокнотах фирмы Moleskine. Вообще, мне кажется, что нынче в современном мире, когда говоришь Moleskine, все сразу понимают и представляют, о чем речь. Не обязательно говорить блокнот фирмы Moleskine. Когда ты говоришь «Вот, у меня Moleskine», все такие сразу «А, ну понятно, перед нами, в общем-то, какой-то высокомерный сноб, потому что он пользуется теми же самыми блокнотами, которые использовали Хемингуэ и Ван Гог, там по DTSV до небес». И наименования брендов, они важны для этого романа, примерно так же, как они были важны для американского психопата Брэда Истона Эллисона, о чем я вам рассказывала не так давно в отдельном ролике. Но читателю книги Yellow Face в переводе все это знать не обязательно. Мы запутаем тупенького нашего любимого читателя, который несет нам денежки еще больше. Поэтому, внимание, записные книжки превращаются... превращаются... в ноутбуки. Итак, лап мои, перевод не просто кривой и косой. Перевод меняет смыслы. И это основная проблема. Легким движением ленивого переводчика и всей остальной команды, которые, очевидно, доверились профессионализму Александра Шабрина, было невдомек, как звучит героиня, кто такая Юнипер, в оригинале. Эмоциональная окраска тех слов, которые подобрал переводчик на замену простых и понятных выражений из книги Ребекки Кванг, приводит к тому, что я, например, как читатель изначально чувствую отвращение к Юнипер. Хотя в оригинале этого не было. В оригинале я вижу, как героиня меняется. И вот что, получается, бывает, если переводчик не может почувствовать текст. Если мужчина, которого вы взяли для того, чтобы переводить женские голоса, не может справиться со своей работой. Yellow Face в русском издании – это отвратительная книга, при прочтении которой можно сломать себе шею регулярными фейспалмами. Даже если не знать, насколько хорош оригинал, текст перевода может показаться кривым, таким вычурным, излишне нашпигованным словесной лепниной, от которой кусками отваливается и звездка прошлого в виде этого албанского языка и пузырчатого чая. И вот покричали различные блогеры, различные литературные обозреватели. Дошла эта волна до Эксмо. И что же они сделали? Вышло ли хоть какое-то официальное обращение с признанием ошибок? Вышел ли хоть кто-то из первых на рынке и сказал «Да, мы все облажались, но мы все переделаем, будьте спокойны, все будет хорошо?» Нет, никаких официальных обращений не было. Но зато был грустный пресс-завтрак издательства, на котором Вячеслав Бакулин постарался объяснить блогерам, что перевод на самом деле неплохой, а читатели поступили как стадо. Они просто послушали, что им говорят относительно известные люди, и побежали в Тори тем, что перевод плохой. Тройка обначале достаточно ярких высказываний от относительно или очень известных людей, и часть аудитории просто повторила, перевод плох, книжку не открывали. Это я точно знаю. Дальше было интересней. Начали писать конкретные примеры, что вот здесь вот такое, вот здесь вот такое, вот здесь вот такое. Да, ситуация следующая. Я бы сказал, это мое глубокое мнение, перевод не то чтобы плох, но очень плохо отработан литературный редактор. Безусловно, это правда. И здесь мы, в общем, разумеется, выводы сделали на эту тему. Что касаемо самого перевода, да, там есть некая фатология глуповата, есть не очень хорошие фразы, но вообще, когда я думал о том, что, собственно, для меня, как для читателя, две главных проблемы этого перевода, я, наверное, в качестве аналогии возьму, собственно, две ситуации из-за перевода в «Пластелин колец». А перевод, на самом деле, по мнению Бакулина, неплохой, только ссыца и тупой. Переводчик отработал нормально, а вот кто не доработал, так это литературный редактор, та самая Т. Иванова. А Александр Шабрин, видимо, он непризнанный гений, недооцененный. Но мы попробовали оценить, спасибо, больше не надо. Я, мягко говоря, считаю это отвратительным выступлением, да, сделанным в узком кругу, людей, которые занимаются тем, что снимают видео про книги и держат своих подписчиков в курсе всех новостей, связанных с сонами. Но мы так и не услышали признания ошибок, хотя, Вячеслав, алло, алло, Вячеслав, у вас там блокноты превращаются в ноутбуки, и пузырчатый сунь-хунь в чай моросит дождиком, вы что? Но все не так плохо. Нам с вами, ничтожеством, тому стаду, которое побежало вторить всяким там Галинам Юзифович, все-таки с барского плеча отсыпят изменений. Нам обещают новую редактуру, новый тираж, изменения электронной и аудиоверсии книги. Ура! Куда девать 15-тысячный тираж? В целом, все не так плохо. Мы, безусловно, сделаем новую редактуру, это уже на близ, на близ. Вот, во-первых, будет дополнительный тираж, и мы опять, как только он, собственно, будет готов, обязательно сообщим. Ну и самое главное, мы перепишем, собственно, вероятно, и аудиокнигу с исправлениями, и, конечно, сделать новую версию электронки, и все, кто купил первое издание, и напишет, что он им недоволен, и захочет, собственно, получить исправленную электронную версию, мы вышли в ее бесплатно. Однако кое из каких личных источников я знаю, что нынче фан-зон ищет человека, которому хватит мозгов сравнить вот эту новую редактуру с оригиналом, поправить то, что должны были поправить сами издатели. То есть тут нужен будет такой человек, который вычистит все эти авгиевы конюшни, и затем придет, как спаситель, к читателям пиарить новый перевод. Дело, мягко говоря, неблагодарное, но мне ужасно интересно, кто же возьмется оказать такую щедрую услугу людям, которые не способны слышать чужое мнение. Да, которые первые на рынке по количеству, но не по качеству. Которые не способны признавать своих ошибок. Которые не способны даже защитить плохой перевод своей команды. Но зато они с легкостью находят виноватого в своей команде. Среди тех людей, которых они же наняли на работу, с которыми они работают день от дня, бок о бок. Вывод. Эксмо и Фанзон обосрали всю малину. И перевод Yellow Face на русский язык это всего лишь еще одна кучка, на которую вы можете наткнуться, когда будете искать что-нибудь сочное и спелое в рядах гнилых ягод. Ладно, что ж, может быть, когда-нибудь выйдет Yellow Face в нормальном переводе, для того, чтобы русскоязычный читатель смог оценить эту книгу во всей ее многогранности, потому что Ребекка Куанг написала невероятно глубокий роман. Он весь такой пост-пост, и все такое мета-мета. Все, как мы с вами любим, потому что эта книга заставляет задуматься. Я заметила, что зарубежный читатель считает, что книга не зайдет, потому что она написана для очень узкого сегмента тех, кто вот прям связан с этой издательской сферой, но это, конечно, не так. Иначе Ребекка Куанг не добавила бы такое количество социальных сетей и не добавила бы читателя как персонажа, потому что обсуждения, которые возникают в социальных сетях вокруг Афины Лю и Юнипер Сонг, потому что она поменяет свою фамилию, они играют отдельное значение. Это не просто фоновые декорации, нет, это живые люди, и само общество выступает как отдельный персонаж, и это классно, это действительно очень здорово. Я, когда читала этот роман, у меня все время в голове вертелась та самая смерть автора Ролана Барта, потому что у нас есть Ребекка Куанг, писательница, американская писательница азиатского происхождения. В своей книге на самых первых страницах она убивает Афину Лю, американскую писательницу азиатского происхождения, а затем наша Ребекка Куанг начинает писать от лица белой девушки Юнипер всю эту историю. И все это настолько переплетено, все это рождает в моей голове столько вопросов, и именно для этого и была написана эта работа, для того, чтобы читатель задумывался. Задумывался не только о том, как он влияет своими рецензиями на творчество и даже жизнь писателя, но и о том, насколько само творчество формирует эту жизнь. Та-дам! Наш любимый Ураборос. Что появилось первым? Курица или яйцо? Человек или искусство? Бла-бла-бла. Да, эту книжку можно прочитать как просто невесомый детективчик, но можно разглядеть в ней нечто большее. И поверьте, вы не разочаруетесь. Да, вы разочаруетесь, возможно, посмотрев мое видео и взявшись за перевод Yellow Face, но у меня есть для вас совет. Попробуйте прочитать в оригинале. Серьезно, даже если у вас уровень языка London is the capital of Great Britain, вы лучше справитесь с гугл-переводчиком под рукой, чем справился Александр Шабрин. Хотя я вам честно скажу, я реально некоторые предложения из книги засовывала то в чат GPT, то в гугл-переводчик, и получалось именно то, что мы в итоге видим на страницах издания фан-зон. Я правда искренне надеюсь, что гугл-переводчику отбашляли денег, ну иначе это несправедливо. А сам роман в новом ли переводе, в оригинале однозначно стоит прочесть, потому что эта книга не про то, как устроено издательское дело, хотя и про это, конечно, тоже. Это книга про взаимоотношения читателя и писателя, про то, на что есть право у одного человека, и на что нет прав у другого. И мне кажется, это важная работа. Yellow Face однозначно, вот прям сейчас, с ноги влетает в список лучших книг 2024 года. Я себе даже заказала с Амазона непосредственно оригинальную версию, потому что я уверена, что я захочу перечитать эту книгу. Скорее всего, я ее захочу перечитать, когда выйдет та самая пресловутая новая редактура от Exmo Fan Zone. И не знаю, не знаю, посмотрим, может нам придется второе видео подобное снимать. Но я согласна, ролик и так получился очень длинным, я не буду как-то детально сейчас разбирать и рассказывать вам Yellow Face, потому что многие книгу еще не прочитали, я не хочу никому спойлерить, я хочу, чтобы вот вы с чистым сознанием подошли к этому тексту и потом вернулись, может, под это видео и рассказали мне, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, смотрите те видео, которые вы еще не смотрели, я точно знаю, что такие есть, и мы с вами будем и дальше читать хорошие книги в хороших переводах ну или на языке оригинала вместе.